вот так вот чуваки вот такие вот свинки сегодня вам розовенькие вот короче говоря это мне сегодня навеяло я проснулся у меня настроение вот не поверите шикарная просто канал добра и позитива короче ну давайте вот что мне навеяло сегодня вам расскажу начнем лысей 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 начнем с того что один чувак ну по-видимому он тоже грузчик да и носит называется пластиковые эти самые на пол который стелятся линолеум вот такой линолеум свернутый в ковер да получается труба видно такие линолеумы носит дали можно строителям работает и вот он спрашивает меня как носить вот такой вот линолеум трехметровые ковры вот такие длина это значит ковра линолеума 3 метра и вес 100 килограмм но я сразу тебе скажу вариантов носить такую линолеум много но не тупо вот так вот в руках то есть если этот линолеум весит 100 килограмм да то носится этот линолеум два человека да если он три метра длиной запросто носится два двумя людьми до двумя человеками ты закидывается на плечо вот так вот и несется то есть закинуть на плечо тоже надо уметь я не могу вот так вот показать без линолеума да как это все делается но закинуть на плечо элементарно и вот так вот несешь вот здесь вот этот линолеум я носил линолеум который весил там по 200 килограмм и длина была что там в районе четырех метров но мы такой линолеум носили на ремнях на такой специальной штуке которая удлиняет как бы ремни потому что ремней не хватит линолеум там 4 метра но тут тоже есть проблема если линолеум четыре метра в длину где ты идешь по ступенькам да ты не пройдешь по ступенькам то есть там где нужно поворачивать все равно тот кто вверху идет тот должен линолеум наверх вот так вот поднимать а тот кто внизу опускать вниз короче и только тогда ты проходишь поворот но кто работает грузчиком потому тот понимает о чем я говорю кто не работает не понимает руками тупо руками носить линолеум но это бред там есть разные варианты можно в четырем четыре человека понести до подвязать там и просто руками понести на четыре человека как уже просто тупо руками но лучше все равно носить на ремнях как бы руками лучше ничего не носить вообще тяжелая подушку можно носить рукой там картинку тоже можно какую-нибудь и маленькую швейную машинку вот короче давайте рекламная пауза вот короче а это был ответ на вопрос одного чувака да еще до сих пор смотрю есть на моем канале уроды которым но никак не верится что мне нравится работать грузчиком либо они подстебывают меня чтобы я в роликах по агрил сюда либо они в натуре не верят что я люблю работать грузчиком давайте вам даже несколько плюсов работы грузчиком расскажу представьте себе захотел грузчик посрать да вот захотел посрать заходишь в квартиру там же где работаешь да и срешь у клиента в туалете нормально же нормально отец представьте себе такой вариант захотел посрать хирург делает операцию на сердце захотел посрать представляете какой конфуз а представьте себе водитель трамвая захотел посрать или троллейбуса или автобуса вот человек едет да у него маршрут а он захотел посрать ну парижская изюминка у него понимаете надвигается а он захотел посрать и чуть делать видите смотрите такие вот бытовые да маленькие бытовые нюансы и уже грузчик находится в топе да в топе по этим бытовым нюансам да в топе то есть то есть грузчик туалетом всегда обеспечен понимаете всегда ну даже если поблизости нет туалета ну бывают такие работы что вот ну нет туалета ну можно тут юлечка ходит не буду говорить короче ну я не буду говорить как можно посрать но поссать можно элементарно на колесо грузовика так открываешь дверь грузовика стал между дверью грузовика и сидушкой да и слышно и слышно колесо причем я я так делал и в центре города то есть люди вот так вот элементарно ходят да я одной рукой пью воду другой рукой сцу и люди ходят и не обращает внимание и они наверно думают что когда я пью то это вода льется внизу то есть до людей не доходит что воду то я пью а что льется у них должно быть там срабатывать да в мозгах что ж лица там может в воду пьет но они почему-то думают что льется вода то есть они думают что я вот здесь заливаю а там у меня выливается о чем это говорит кстати о том что люди не обращают внимание на детали как вот в россии так и в швеции вот дальше чего какую тему хотел затронуть парадонтоз есть такая болезнь подарок донтоз зубная болезнь правда значит по-другому называется юлька как называется эта болезнь парадонтоз юлька короче есть такая болезнь парадонтоз да она в принципе лечится и вот у нас здесь в битуборге я знаю некоторых русских да у которых парадонтоз представляете парадонтоз при этом ладно если парадонтоз был у грузчика да у тупого грузчика так нет же парадонтоз не у грузчиков а у таких людей у которых работают на хороших работах сука как еще не уволили оттуда из-за этого парадонтоза я не знаю ну и короче в чем смысл моего рассказа что вот парадонтоз лечится да казалось бы пойди вылечи парадонтоз а люди что делают в первую очередь люди в первую очередь покупают во-первых в кредит во вторых покупают какой-нибудь престижный автомобиль вот с парадонтозом да но на престижном автомобиле понимаете вот ну у меня вот парадонтоза нету но я езжу я на ауле а3 поэтому у меня есть возможность купить джип франгель например да вот джип франгель ну хотя джип франгель это недорогая машина да я знаю что вы сейчас закритикуете меня да заминусуете за дислайкете потому что джип франгель эта машина недорогая вот а купить бентли ну не могу потому что вы либо не поверите что я купил бентли либо скажите что турецкая копия поэтому я остановлюсь наверное на на врангеле джипе там или на аудио трешки да какую-нибудь аудио трешку опять куплю не знаю но я могу пойти купить себе автомобиль потому что у меня нет парадонтоза понимаете а вот людей у которых парадонтоз да казалось бы ну возьми деньги там если нету наличных на лечение да вылечить свой сначала парадонтоз а потом ездить на престижных марках нет вот у русских вот сначала престижная машина а все остальное потом вот это я считаю неправильно ребята то есть если у вас какие-то болезни да сначала надо болезни отличить а потом уже покупать престижные автомобили но это такой вот русский да советский вот русский менталитет да на показ типа я крутой типа будет ездить на дорогой тачке в кармане у него денег не будет и будет ходить в махровых дешевых носках махровых дешевых белых носках понимаете а про трусы тоже самое шоу в трусах выходить вот у меня все трусы дорогие понимаете вот все трусы дорогие потому что мне вот нравится когда к моей попки прилипает хороший квалитетный материал да а вот другим вот похрену какие у них трусы и носки и парадонтоз да главное чтобы у них была машина престижная пыль в глаза пускай вот смотрите какая у меня тачка я крутой типа я крутой я круче тупых грузчиков вот я надеюсь кто нибудь из русских кто живет в гетеборге сейчас смотрит этот ролик и бьется башкой об стенку вот короче следующее чего хотел сегодня еще затронуть чем не чем не навеяло жаль не запомнил фамилию вчера я смотрел один ролик по-моему не кто-то скинул в контакте одна баба подполковник милиции по-моему даже подполковник омона у нее муж двухметровый жлоб и вот этот муж там была даже съемка с камеры которая в подъезде по моему стоит этот муж дал по башке одной бабе которая проходила с коляской по улице ну я так понял ситуации муж подъехал на своем джипе до джипе понимаете вышел из машины наверно поставил машину на тротуаре у подъезда и начал вытаскивать свое шмутье и проходила баба с коляской и ему коляской на ногу наехала и так понял не знаю зачем она это сделала либо случайно либо там тесно было либо дала понять что типа и мужик типа на тротуаре типа стоять нельзя в общем любом случае она наехала ему на ногу и он не долго думая двухметровый верзила да и так непрофессиональным так хуком слева на был вот так вот да дал в бошку и она упала в нокаут короче и всем по хрему короче да ну как то так как была видеозапись да начались судебное разбирательство и вы знаете никому ничего не было ни в этой бабе жене подполковник которая не этому мужику верзили двухметровому и доказательств недостаточно было понимает ну недостаточно доказательства там на камере видно как он ее бьет да в бошку она падает а вот судья посчитал что ну вот недостаточно вот этих доказательств либо может посчитали что типа это был наезд транспортного средства на тротуаре она ему на ногу наехала коляской и как бы ну а он наедал за это в бошку как бы ну не считается и я не знаю ну вот я вот знаю точно если бы в швеции были такие разбирательства если бы так это было заснято на камеру да и какой-то двухметровый верзила дал бы какой-то бабе которая идет с коляской в голову и она упала в глубокий нокаут я вам сразу я вам сразу говорю во первых этого верзилу лишили бы водительских прав да да не удивляйтесь вы сейчас скажете а за что лишает водительских прав он же типа на машине в это время не ехал а вот швеция такие законы да что если ты просто себя даже агрессивно ведешь у тебя тебя могут это брать водительские права причем не на год не на два а навсегда ты потом будут начнешь должен на них будешь пересдавать это очень дорого и муторно вот я уверен в швеции его сразу лишили водительских прав сразу это первое чтобы мы сделали второе что ты думаешь посадили бы его юльке или нет на сколько на пару месяцев его его бы посадили и еще он бы наверно выплатил бои да побои еще бы выплатил побои но я не знаю там уже там 10 тысяч долларов понимаете и по не и по барабану было бы кто этот мужик хоть даже шведский король понимаете вот вот хотите верьте хотите нет по барабану понимаете вот по барабану вот златан ехал скорость превышал да его остановили полицейские и далее муж штраф понимаете не даже не штраф далее права у него отобрали на какое-то время там на 2 или на 3 месяца у златана понимаете им по барабану вот я вот серьезно вот шведский закон это закон понимаете то есть даже шведский король вот не помню тоже превышал скорость ехал на парше правда давно это было уже не помню ему то ли либо штраф далее либо тоже права отобрали вот врать не буду просто не помню надо дело будет посмотреть то есть любой мент да там не важно там рядовой сержант может у шведского короля либо права отобрать либо штраф ему выписать и король ничего не может сделать понимаете ну вот ничего вот закон такой вот хоть вы усритесь понимаете вот вот в такой вот стране живем под образами кушаем понимаете под образами кушаем вот юлька мне принесла компотик вот такого да видите и вот такие вот яишки с фрикадельками давайте сейчас я буду кушать ролик уже и заканчивается до бравом ребята и позитива вкусно